Норвегия. Подозреваемый в терактах, которые унесли жизни по меньшей мере 91 человека, начал давать показания. Полицейским он сказал, что готов все объяснить. Это цитата. Обвинения в терроризме и убийстве уже предъявлены. Впрочем, детали пока не разглашают. Говорят лишь, что этого человека можно назвать ультраправым христианским фундаменталистом. Были ли у него сообщники, пока неизвестно. Но уровень террористической угрозы власти повышать не собираются. Подробности у нашего европейского корреспондента Михаила Антонова. Даже утром в субботу разбитые витрины в центре Осло продолжают резвонить сигнализациями. Улицы, прилегающие к правительственному кварталу, усыпаны стеклянной крошкой и перетянуты лентами с надписью «Полиция». В метрах в двустах за этими домами перекресток Гренсен и Агершгата. Офис премьер-министра Столтенберга. И понятно, что главной целью террористов был именно он. На видео и фотографиях видны обломки лежащего на боку автомобиля. Возможно, именно там и была спрятана бомба, которая сработала накануне в 15.27. Это что-то ужасное. Взрыв в правительственном квартале. Я жил, но это худшее, что я видел в жизни. Это был час, когда государственные служащие в Норвегии заканчивают рабочий день. По пятницам они расходятся в 15.30. То есть взорвись машину на 5 минут позже, жертв было бы больше. Сейчас признана гибель 7 человек, 11 ранены, двое из них в тяжелом состоянии. И пока норвежцы в шоке смотрели на эти кадры и не могли поверить тому, что видят, на островке Утея в 25 километрах к северо-западу от Осла человек в полицейской форме устроил бойню в молодежном лагере правящей рабочей партии того же премьер-министра Столтенберга. Мы увидели мужчину в полицейской форме. Он кричал, идите сюда. А в руках у него была винтовка. Одни пытались спастись вплавь, другие прятались за камнями на берегу. Я все видел своими глазами. Сначала сообщалось о 10 убитых, под утро появляется цифра 80. Расхождение, по-видимому, как раз и связано с тем, что многие действительно утонули и, возможно, даже не все еще обнаружены. В госпитале тем временем десятками поступают раненые. У нас 22 пациента, 10 от взрыва, остальные 12 с острова. И раненые все еще поступают. В госпитале есть все необходимое, места и запас донорской крови. Медперсонал делает все возможное. Цифры еще могут меняться, но понятно, что ничего подобного Норвегия прежде не переживала и, наверное, не подозревала, что когда-нибудь может пережить. Как будто вот-вот война. Король Харальд воспользовался своим правом обратиться к народу. Да, все мы слышали о подобных событиях и представляли подобный сценарий. Но надеялись, что нас это не коснется. Но худшие наши опасения стали реальностью. Как в 2001-м американцы, в 2004-м испанцы и в 2005-м британцы, жители Норвегии открывают для себя новую реальность, которой ни полиция, ни спецслужбы и никакой НАТО не даст стопроцентной гарантии безопасности. И единственное, что могут сделать сейчас политики, это не допустить, чтобы шок от прозрения перерос в панику. Норвегия потрясена этими кровопролитными атаками. Многое еще не ясно. Можно лишь сказать, что число жертв велико. Подобного в истории нашей страны не было. У них, конечно, уже есть версии. Сначала предполагали, что это месть исламистов за военное участие в афганской операции, за поддержку вторжения в Ирак. Потом появилась версия о ливийском следе, о том, что за взрывами может стоять Каддафи. Но стрелка с острова Утое удалось взять живым. И выяснилось, что он норвежец. По паспорту Андрес Брейвик, несудимый прежде предприниматель правонационалистических взглядов 30 с небольшим лет. И этот домашний терроризм, версия, возможно, еще более шокирующая, чем те, что лежали на поверхности. Возможно, был какой-то формальный повод, но Ослов взорвали еще и потому, что это благополучный, успокоенный город, европейская столица. И в этом, конечно, есть политический вызов. Хотя бы потому, что в 10 минутах ходьбы от места взрыва вручают Нобелевские премии мира. Михаил Антонов, Ольга Трегубова и Андрей Путро. Вести Осло. Норвегия.